Раньше попасть к предсказателю было очень трудно, и ты еле попадал к предсказателю или ясновидящему. Но с прогрессом на сегодняшний день прийти к предсказателю стало проще простого – нажатием одной кнопки. С помощью сообщений, будь то смс или ватсап в интернете и так далее. Также покупка газет, журналов, в которых пишется про гороскоп. Читаешь в журнале «на этой неделе услышишь хорошую новость» или услышишь плохую новость, или что ты выдвинешься в путь, или потеряешь что-то из своего имущества. Когда ты смотришь на эти страницы с предсказаниями, это уже приход к предсказателю. То же самое чтение ладони или чтение чашки. Все это в шариате считается посещением предсказателя или колдуна. Хуком посещения предсказателя или колдуна, если человек просто пришел к предсказателю или колдуну, то его молитва не принимается в течение 40 дней. Если же он поверит в то, что сказал предсказатель или колдун, то он проявил неверие в то, с чем пришел Мухаммад салаллаху алейхи вассалям. Приходит тебе сообщение на телефон. Такой-то, у тебя сон, который ты не понял? Отправь нам сообщение с твоим именем, именем твоей жены и так далее. Или мы хотим рассказать тебе, какая твоя натура, спокойная, бурная, эмоциональная и так далее. Как только ты отправишь подобным людям сообщение с твоим именем, твоя молитва не будет приниматься 40 дней. И если тебе придет ответ, ты счастливый, несчастный, бурный, и ты поверишь в это, то ты проявил неверие в то, что было неспослано Мухаммаду салаллаху алейхи вассалям. И некоторые говорят, я не верю в эти созвездия или гадания. Я просто захожу для интереса. Мы скажем ему, неужели не нашел, чем себя развлечь, кроме как куфрам и ширкам? Потом ты не обезопасен от фитны. Аллах сказал, скажи, никто из тех, кто на небесах и на земле, не ведает сокровенного, кроме Аллаха.